Всем добрый день. Николай Николаевич, Татьяна Гиреева, Интерфакс, первый вопрос. Когда в сентябре запланировано собрание акционеров по дивидендам за второй квартал, какой объем рекомендовано вы платите? Собрание акционеров запланировано 27-28 сентября. Собрание пройдет в Алма-Ате, в Республике Казахстан. По объему выплат, наверное, не совсем корректно. Надо, чтобы акционеры приняли решение. Предложение мы сформировали, направили, оно сейчас на рассмотрение. Но скажу так, давайте относительно объема, который уже был. Вы знаете, две выплаты были у нас. Одна была довольно существенная за четвертый квартал, это более 600 миллионов. Вторая выплата у нас была не такая большая, это порядка 160 миллионов. Третья выплата, будем скажем, больше второй на четверть. Вот так отвечу. Ну, я думаю, в конце месяца, после решения собрания акционеров, мы сразу же озвучим, вы это услышите. Спасибо. Можно сразу еще один вопрос? Уже отобрали микрофон у вас. Еще вопрос. Ранее сообщалось, что КТК планировал инвестировать до 2025 года в расширение морского терминала 9,5 миллиардов рублей, увеличив пропускную способность крылопроводной системы до 80 миллионов тонн в год. На какой стадии этот проект? Вы не отложили его реализацию из-за раненого российских и необходимости инвестировать в средства покупку гидрокомпенсатора для поврежденного ВПУ? Ну, давайте по очереди. Во-первых, программа устранения узких мест была начата еще в начале прошлого года. И она идет в соответствии с установленным графиком, утвержденным акционером. На сегодняшний день на морском терминале все те работы, которые запланированы, а это основной объект реконструкции систем учета качества нефти, идут штатно. На сегодняшний день выполнил практически весь объем земляных работ и уже начался монтаж фундаментов. То, что касается закупок и необходимых материалов, в частности гидрокомпенсаторов. Гидрокомпенсаторы закуплены, доставлены на морской терминал и по состоянию позавчера на ВПУ-1 гидрокомпенсаторы установлены новые. Сейчас идут мероприятия по гидроиспытаниям там и разным технологическим вещам, после чего ВПУ-1 будет запущен в работу. Объем инвестирования в программу устранения узких мест ни в коей мере не корректировался. Эти деньги были запланированы и они остаются в бюджете общества и на следующие годы тоже. Николай Николаевич, в 2019 году у компании нулевые показатели будут травматизмы. Расскажите, как удалось добиться таким успехом? Да, действительно, 2019 и 2020 год были для нас показательные. Вы знаете, в прежние годы у нас все-таки была статистика, пусть она не очень большая, но неприятная. 2019 и 2020 нулевые, и вот половина 2021 года тоже мы подтверждаем нулевые. Как я вчера говорил, лично мое мнение, и я думаю, меня поддерживают наши руководители совместно, это стало благодаря тому, что уже в 2018 году мы имели понимание комплексной программы культуры безопасности, о чем мы и объявили в 2018 году. И в этом, вот в 2021 году могу сказать, что программа состоялась, программа работает. Основное, я не буду вам тут, вы можете каждый ознакомиться, конечно, здесь много чего написано, но основные моменты, это, как я уже говорил ранее, и повторюсь, и неоднократно буду повторяться, это формирование осознанного отношения работника именно к охране труда и промышленной безопасности. Без этого никаких успехов быть не может. Не должно это быть каким-то ритуалом или каким-то преимнуждением, что вот работодатель не любит, будьте добры, что в этом году все-таки у нас в мире будет наказано, невзирая на все трудности, которые у нас сейчас возникли, но, тем не менее, никто не умолял заслуги нашего коллектива в 20-летней работе, вызываться на 20-летние замечания с происшествия и с такими показателями к травматизму, наверное, стоит отметить. Но, тем не менее, их нужно слышать, нужно в ответах яснякера. Наверное, это занимает много времени, это не совсем комфорт, но это приносит свои плоды, потому что, имея нулевые показатели по травматизму и по дорожным практически 8 происшествий, мы не несем дополнительный результат. И в 25 лет с момента подписания договора акционеров за счет этого остается, мы, наоборот, инвестируем в свои социальные программы, в соответствии с договора акционеров, и в этом виде уже 25 лет мы функционировали. По поводу самой программы, я вчера говорил, вот, я специально взял с собой показать это и нашу карточку стоп, которая, в общем-то, большинство работодателей, наверное, опасается. И в декабре месяце подобное предприятие, да, любой человек может вытащить карточку, и все, стоп, работа, все должны остановиться. Но, если будет желание, пожалуйста, смаши пресс-службы, будем рады вас видеть назад. Потому что жизненно важные правила. Коллектив многотысячный. Да, есть 12 правил, которые, безусловно, надо выполнять. Он много лет изобретает, он исполняет свои обязанности, и подтверждает высокие требования, которые являются со стороны проверяющих контролирующих органов, и со стороны установленных требований, и, скажем так, поощрения. Ведь не все заключается в деньгах. Иногда человеку более важно, если его признают, если его активная жизненная позиция в этом плане будет отмечена и будет транслирована внутри коллектива и извне, и он уже становится, скажем так, проводником этой концепции, этих мыслей. Мало того, он становится лидером. Вы знаете, что это всегда довольно приятно ощущать. Ну и плюс, вот карточки наблюдения, например, да, вроде ничего такого особенного, но сбор этих карточек на регулярной основе позволяет нам мониторить ситуацию, которая происходит внутри коллектива, и позволяет принимать оперативно какие-то корректирующие мероприятия, если то требуется, конечно. Ну, и так далее, и так далее. Николай Николаевич, еще вопрос от Интерфакции. Произведен ли окончательный подсчет объемов нефти, вылившейся в море после аварии на Бороссийске? Известна ли сумма ущерба? Выставил ли вам Роспрометнадзор ее? На сегодняшний день расчет окончательный еще мы не получили. Роспрометнадзор нам еще ничего не выставил. Мы ожидаем это ближайшие недели. Поэтому никакой сенсации я вам озвучить не могу, никаких цифр озвучить не могу, чтобы не создавать ненужные интерпретации. Как только эти цифры появятся и будут объявлены, вы, конечно же, узнаете, и мы не будем этого скрывать. Николай Николаевич, Редактор Александрович, Вы не могли бы прокомментировать о том же расследовании? Они уже известны? Значит, пока что следственный комитет работает. Следствие не закончено, поэтому я не имею права его комментировать. Про Росприроде я сказал, пока ведется подсчет. По акту технического расследования мы ожидаем, что акт технического расследования будет закончен и подписан всеми сторонами 9-го числа. Осталось буквально два дня потерпеть. У нас по срокам, в соответствии с приказом, 9-го числа срок окончания. И к этому времени, насколько я знаю, уже практически все члены комиссии согласились. И сейчас идет уже итоговое, скажем так, формирование и подписание. Николай Николаевич, Ваша компания участвует уже несколько лет. Во Всероссийской неделе охраны туда. Эта неделя вообще не забывается особенно. Что-то, может быть, новое? Что-то Вас особенно заинтересовало здесь? Ну, мы с 2015 года, Вы знаете, с самого начала участвуем. Действительно, каждый год мы добросовестно выставляем стенд. Каждый год мы добросовестно перенимаем опыт, делимся своим опытом с коллегами. Эта неделя, наверное, запомнится тем, что нас наконец-то услышали. Мы много лет пытались сказать, что вот, мы работаем в этом направлении, мы чего-то хотим добиться. И в этом году получилось удачно. Мы все-таки не просто сказали о своей программе, а мы смогли еще и подтвердить это как минимум двухлетним периодом своими показателями. Вот, наверное, это основное, что запомнится. Ну, а так-то, конечно, мероприятие полезное. Это же тоже вот то, что на пленарке говорилось. Да, действительно, это на государственном уровне премьер-министр и вице-премьер Татьяна Алексеевна. Да, действительно, это серьезный вопрос. Его нужно обсуждать во всех аффектах. Нужно совместно работать госорганы и бизнес. Потому что бизнес сам не справится. Госорганы, да, они законодательство сделают, но его нужно реализовывать. И только бизнес может сказать, каким образом это работает изнутри. Вот мы готовы в этом процессе участвовать. Мы готовы помогать. Мы ничего не просим взамен. Наоборот, это даже интересно. Потому что вчера было правильно сказано, чем меньше травматизм, тем стабильнее предприятие работает. Информационный момент Злота с Максим Дещенко. Николай Николаевич, скажите, каковы последние данные заменов в акватории Новороссийска? И в какие сроки планируете завершить замену гидрокомпенсаторов на ВПУ-2? Ну, мы, кстати, сегодня приселились, опубликовали. Последние пробы независимыми лабораториями были взяты по побережью. И включая донные пробы, все пробы показывают, что превышений ПДК нет. А донные пробы показали, что вообще ниже уровня обнаружения нефтепродуктов. То есть не обнаружено. На сегодняшний день акватория чистая. Это подтверждено независимыми лабораториями, не то, что там КТК самостоятельно себе что-то делает. То, что касается гидрокомпенсаторов на ВПУ-1, как я сказал позавчера, гидрокомпенсаторы оба были установлены. Сейчас ведется просто плановая работа. Нам требуется выполнить промывку, гидроиспытания. Ну, все эти регламентные работы перед тем, как мы введем ВПУ в работу. ВПУ-2 после этого. Сейчас мы ждем танкер, подойдет танкер. Мы сделаем промывку гидроиспытания, вводим в работу ВПУ-1. И после этого уже планово переходим на ВПУ-2. Гидрокомпенсаторы для этого доставлены. Они есть у нас в наличии на сегодняшний день. Мы довольно оперативно смогли отработать с производителями. Ну, сколько нам понадобилось? 20 дней для того, чтобы привезти и растаможить. Это довольно-таки, скажем, серьезная работа была проведена. В конце прошлого года, когда появилась возможность в регионах, мы начали предлагать прививаться нашим сотрудникам. Скажу честно, что в начале было довольно-таки ощутимый скепсис и нежелание прививаться. Но благодаря тому, что государственные органы, медицина и мы тоже объясняли, на сегодняшний день 64%, если я правильно говорю, да, у нас привито обоими компонентами. 22% у нас в общей части переболевших, поэтому, по сути дела, мы к 100% приближаемся, да, по защите. Мы организовали работу таким образом в регионах и в Москве, чтобы люди, сотрудники могли прививаться по месту работы. Например, в московском офисе, в нашем медицинском пункте, не далее, как сегодня, те, кто желают, могут привиться. То есть, просто человек заранее говорит, да, я буду прививаться и все. То есть, какого-либо принуждения не было. Стимулирование, ну да, стимулирование было, но не денежное стимулирование, мы не пошли по этому пути. Мы, например, после прививки даем человеку два дня оплачиваемых, дополнительных, которые он может взять в любой момент, либо по одному дню, либо два дня сразу. Вот, к примеру, такой стимул. Коллеги, есть еще какой-то вопрос? Нет, есть, есть. Во сколько могут обойтись затраты на покупку вышедших из строя гидрокомпенсаторов? Сами гидрокомпенсаторы дорого не стоят. Дорого не стоят. Я могу вам сказать, что вот четыре гидрокомпенсатора, которые сейчас привели, обошлись чуть более 200 тысяч долларов. Это, по сути дела, деталь, входящая в состав ВПУ, поэтому она не стоит больших денег. Относительно. Коллеги, спасибо большое. Спасибо. Все успели все спросить. Только через год теперь. Спасибо. Хотел бы, вот видите, как вопросами вы, я все-таки хотел бы напомнить всем, что в этом году все-таки у нас юбилейный год, невзирая на все трудности, которые у нас сейчас возникли. Но, тем не менее, никто не умалял заслуги нашего коллектива по 20-летней работе. Вы знаете, 20 лет без аварий, без происшествий и с такими показателями по травматизму, наверное, стоит отметить. Поэтому 20 лет со дня отгрузки первого танкера мы перевалили уже за отметку 750 миллионов тонн нефти и перевалили за отметку, если я правильно помню, по-моему, почти 8 тысяч танкеров. И 25 лет с момента подписания договора акционеров в том виде, в котором сейчас существует организация, вот у нас, да, был подписан договор акционеров, и вот в этом виде уже 25 лет мы функционировали. Поэтому я приглашаю всех на юбилейные мероприятия, которые состоятся 21 октября в Москве, и в декабре месяце подобные мероприятия будут проходить в Республике Казахстан в Астане. Поэтому, если будет желание, пожалуйста, с нашей пресс-службой мы будем рады вас видеть, потому что все-таки коллектив многотысячный, коллектив этого заслужил. Он много лет добросовестно исполняет свои обязанности и подтверждает высокие требования, которые предъявляются и со стороны проверяющих контролирующих органов, и со стороны установленных требований внутри компании, утвержденных акционерами. Спасибо.